Мир вам, возлюбленные Господом, дорогие братья и сестры, и все, кто сегодня свои стопы направил в дом молитвы. Я приветствую от всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. И вместе с вами благодарен Богу за эту возможность, которую Он нам сегодня дарует, быть у подмножия ног Его святых, и наше общее желание сегодня обогатиться Словом Его, обогатиться верою, которая необходима нам в жизненном пути. И, естественно, дорогие братья и сестры, я думаю, видя все то, что нас окружает сегодня, доброе время, благополучие, мы благодарны будем Богу. Будем славить Его не только за то, что мы имеем сегодня на столе, а будем благодарны за тот великий дар, той милости, которую Он принес на эту землю. Это дар спасения. Слава Богу! Я предначалом прочитаю всем известные слова, которые записаны в 41-м Салме. И учение Санов Кореевых говорится о том, что «Как желает, как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже». Дорогие братья и сестры, все присутствующие сегодня в этом служении, естественно, все зависит от нашего желания. Никто не может заставить человека служить Богу, никто не может заставить человека любить Бога. Все зависит от того, насколько в сердце есть желание. И общение, которое сегодня имеем мы, дорогие братья и сестры, оно сегодня лишь потому, что есть желание у народа Божия идти в дом молитвы и славить имя великого Бога. Дорогие братья и сестры, да благословит нас всех Господь, чтобы сегодня имя Бога нашего было прославлено в нашей жизни. Будем просить Божьего присутствия и Его благословения для этого служения, чтобы сегодня слово в устах проповедников, дорогие братья и сестры, оно было для нас ответом на наши, может быть, какие-то вопросы, нужды наши, чтобы это был тот хлеб, живой хлеб, который при Божьем благословении может насытить и нашу бессмертную душу. Для него все возможно, для него нет ничего невозможно, дорогие братья и сестры, поэтому да благословит нас всех Господь. Молиться сегодня и за начальствующих, за правителей, и в городе, знаете, и в стране, а если так еще поразмыслить, то, естественно, мы сегодня уже и за Европу молимся, потому что практически все законы, они приходят откуда-то к нам. Вот, поэтому да благословит нас Господь, всегда помнит, что благополучие, мир, благоденствие, оно есть частью нашей. Молиться за всех царей, за начальствующих апостол Павел дает наставление служителю, чтобы он это передавал и дальше, и это есть угодно Богу, чтобы мы молились сегодня, желая иметь эту жизнь тихую и безмятежную. Здесь одна просьба есть, помолиться за сестру Антонину, мне плохо. Помолимся, скажем Господу в начале этого служения, чтобы Господь также помог и дал свое благословение, здоровье, подал по мере тот, который необходим. Мы обратимся в молитве к Господу. Отец Небесный, Тебе вечная слава, Тебе благодарение к престолу Твоему, за великую Твою благодать, которая нам простерта в этот день, Господи, в это утро. Ты благоволил Господь народу Твоему и даровал нам милость Твою и благополучие. И мы имели это желание, Господи, иметь встречу с Тобою, поэтому пришли на это место. Желаем быть сегодня у потоков Твоей воды, желаем быть посаженными тем, которые корни питаются, Господь, от Твоего источника, чтобы нам быть плодовитыми в нашей жизни, проносить плод во время свое. Тогда, когда Ты приходишь в нашу жизнь и желаешь видеть этот плод, Господи, помоги, чтобы он был и пребывал там, Господи. Благодарим Тебя за все благополучие, мир и безопасность, которые мы сегодня имеем, за беспрепятственную возможность прийти в дом молитвы. Отец, Тебе слава во имя Иисуса. Да будешь Ты прославленным за дар великой Твоей милости, за дар спасения, который Ты открыл нам в нашей жизни, Господи. И мы знаем, Господь, живого и вечного, Тот, Который все держит в руке Своей, Господи. Земля, человечество, все находится, Господь, при лицем Твоим, и Ты все держишь во власти Твоей, Господи. И мы, живя на этой земле, желаем быть благодарными Тебе, Господи, за всю любовь и благословение, которым Ты окружаешь, жизнь нашу запишешься на столе, за одежду, Господи, за все условия нашей жизни, Господи. Но мы желаем, чтобы они были мирными, Господь Божий, и были безопасными, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную. Поэтому просим сегодня за правительство, Господь, не только в стране, не только в городе, Господи, но дай мудрости сегодня всем управляющим в мире, Господи, чтобы они видели и знали, Господи, что есть Бог, что есть Тот, у Которого жизнь человека, она во власти Божией. Помоги, Господь, мы просим Тебя. Мы хотим жить тихо, безмятежно, чтобы жили безопасность наши дети, Господи. Поэтому просим это у Тебя. Не надеемся на какие-то, Господь, человеческие услуги, защиту, но у Тебя просим этой милости. Благослови это служение. Дай Слову Твое проповедникам. Положи, Господи, его в сердце, в уста, Господи, чтобы нам сегодня услышать живое Слово, которое необходимо нам в сегодняшний день, дорогой Спаситель. А мы в нем нуждаемся, Господь Божий. Мы желаем насытить нашу бессмертную душу Твоим вечным Словом, хлебом, который приходит с небес. Благослови сегодня уста проповедников, Господи. Есть просьба за сестру нашу, которая, Господь, плохо ей, Господи. Ты силен, Господи, помочь каждому, Отец, дорогой. Ты нас создал и знаешь, нас оставил. Знаешь, что мы перц, и мы в Тебе нуждаемся, Господи. Благослови, дай сил, Господь, и благословение Твое пошли. Продаем все в Твои святые и божественные руки. Это служение, Господи, пусть оно будет Тебе во славу. Нам в назыдание, Господь, и имя Твое, да, будет возвеличенным и прославленным. Продаем все в Твои святые и божественные руки, а за все Тебя вечного Богословим, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Общим пением споем гимн номер 1045. Ты мне близок, словно берег морю. Номер 1045. Ты мне близок, словно берег морю. Ты мне дорог, словно детям мать. Ты пришел, чтоб сладким сделать горе. Ты пришел, чтоб милостью объять. Ты пришел, чтоб сладким сделать горе. Ты пришел, чтоб милостью объять. Без Тебя и жизни мне не надо. Без Тебя я только что дышу. Ты святая, жизни мне от рада. Будь моим, Господь, Тебя прошу. Ты святая, жизни мне от рада. Будь моим, Господь, Тебя прошу. Там, где небо встретится с землею, Чтоб из рук ее принять меня. Там впервые встречусь я с Тобою, И глаза мои узрят Тебя. Там впервые встречусь я с Тобою, И глаза мои узрят Тебя. А пока с надеждою живою Я живу, пока в свой час умру. Ты мне ближе, чем песок прибою И дороже, чем вода в жару. Ты мне ближе, чем песок прибою И дороже, чем вода в жару. Будем благодарны Господу и за этот воскресный день, который Он даровал по милости своей, что мы можем свободно собираться на этом месте, чтобы еще более назидаться в Слове Его, чтобы благодарить Его всем вместе за ту милость, которую Он явил нам. И эти праздничные дни, которые прошли, я думаю, что мы очень много слышали. Мы слышали, как Сын Божий пришел на эту землю, для чего Он пришел, и что Он даровал нам. И также слышали о том, что бы было, если бы Иисус Христос не пришел на эту землю, не родился здесь, на земле. И вот все эти вопросы, на все эти вопросы мы слышали, вот эти дни. Я думаю, что и сегодня, если мы вспомним о чем-то, об одном этом вопросе, я думаю, что это все будет назидательно для нас, полезно для нас, чтобы нам никогда не забывать этого. И мне хочется начать свою проповедь перед нашей молитвой, прочитать 1 Иоанна 3 главы, где апостол Павел пишет нам 7 стиха, 7 и 8 стих. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». И мы видим вот этими стихами, мы можем опять же ответить на тот вопрос, для чего явился Сын Божий. И здесь прямо Иоанн пишет, дает нам разуметь, что для того, чтобы разрушить дела дьявола. За всю историю человечества дьявол очень хорошо потрудился для того, чтобы погубить людей. Погубить творение Божье. Это венец, так можно сказать, венец творения. Потому что ничего более разумного, более такого совершенного наш Творец Бог не сотворил на этой земле. Это человек. Но мы видим, от самого начала в плане дьявола было повредить этому творению, погубить это творение. И как Слово Божие говорит, что он и пришел на эту землю для того, чтобы украсть, убить и погубить. У него одна была цель. И когда мы смотрим вообще историю человечества, от самого начала, от начала грехопадения человека, которое произошло в Эдемском саду, как дьявол в образе змея искусно подошел и обольстил сначала Еву и потом Адама. И потом, начиная развиваться вот это все события, мы видим, что люди все более и более углублялись в грех. И поэтому, когда вспоминаем, как был погублен первый мир, о потопе, и написано даже так, что такие слова Бог употребил и раскаялся, что сотворил людей. Конечно, в его плане все уже было задумано. Он от начала уже знал, что будет с человеком, но, конечно, ему было прискорбно то, что первые люди, они не могли сохранить той единственной заповеди, которую Бог им дал, чтобы они не вкушали от древа познания добра и зла. Единственная заповедь была дана им, и они, мы видим, что не смогли ее сохранить. И вот в этом очень хорошо поработал дьявол. Дальше, после потопа, кажется, сохранены были те люди, да, семейство Ноя, которые, как написано, Ной был праведен пред Богом. И Бог не нашел никого больше на этой земле, чтобы сохранить, чтобы найти достойных того, чтобы остаться в живых. Но мы видим, когда после потопа люди стали уже так же умножаться, размножаться на этой земле, то опять откуда-то появился грех. Откуда-то появился грех в одном из сыновей Ноя. Это хам, который совершил тоже грех. И мы видим, что грех опять начал распространяться. Дьявол опять совершал свою грязную работу для того, чтобы погубить людей. И вот проходили годы, проходили столетия, проходили тысячелетия. Дьявол очень хорошо трудился. И настал однажды тот момент, о котором Бог говорит, дает характеристику людей. Все согрешили и лишены славы Божьей. А что же тогда делать, если ни один человек не мог удостоиться спасения Божьего? Хотя израильскому народу был дан закон, но апостол Павел, когда говорил о законе, говорил, что ни один человек не мог бы оправдаться законом. Не мог. И вот в плане Божьем было то, о чем мы вспоминали эти праздничные дни. В плане Божьем было то, чтобы на эту землю пришел примиритель, примиритель людей с Богом, Иисус Христос, Сын Божий. И, как мы уже читали, Он пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. И Он взял грехи людей. Это была заместительная жертва за всех людей, без исключения, за всех, которые жили и еще будут жить, может быть, после нас, если Господь продлит это время. И эта жертва была искупительной для того, чтобы каждый человек в Иисусе Христе, в Сыне Божьем, мог иметь прощение грехов и наследовать жизнь вечную, наследовать спасение. Но мы видим, что даже в настоящее время дьявол также делает свою грязную работу и также старается удалить людей от Бога. Мало того, что в Его власти живет на этой земле очень много людей, но Он еще желает, если возможно, даже избранных совратить с этого истинного пути. И поэтому мы понимаем, что если бы не Сын Божий, мы бы никогда не могли бы иметь спасение. Но вот Он и пришел для того, чтобы разрушить эти дела, чтобы человек мог иметь спасение, иметь жизнь вечную. И вот, находясь уже мы, говоря о нас, о народе Божьем, мы понимаем, что не все происходит у нас, так все хорошо. Было бы очень хорошо, если бы мы, на самом деле, не могли бы грешить после того, как примирились с Богом, прощение грехов было на наших. И вот даже вот взять, если 9, в 3 глава, 9 стих, и немножечко давайте порассуждаем. 9 стих говорит так, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семья его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Это уже говорится о тех, которые примирились с Богом, которые получили познание воли Божьей. И здесь, знаете, такой вот оборот речи такой, что я даже однажды мог услышать от одного человека такое заблуждение, что если написано, что он, такой человек, не может, рожденный от Бога, не может грешить, потому что он рожден от Бога. И такое понимание, я первый раз такое слышал, и понимание такое, что даже если люди говорят такому человеку, который примирился с Богом, что ты грешишь, он говорит, «Я не могу грешить, и поэтому то, что я делаю, это не грех». Даже вот такое есть, уже ложное такое понимание, человек, рожденный от Бога, он уже не может грешить. Но я думаю, что если мы внимательнее обратимся к этому месту Писания, и для понимания, можно так его как бы перефразировать немножко, что рожденный от Бога не имеет права грешить. Мы не имеем права грешить, потому что мы рождены от Бога. Но тем не менее, все-таки народ Божий иногда согрешает. В чем же проблема? И вот в это же послание апостол Иоанн дает нам разуметь, как бы объясняет вот этот стих прочитанный. И когда мы читаем уже пятая глава этого послания, восемнадцатый стих, и он дает нам разуметь, в чем же все-таки дело. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Оказывается, вся проблема, почему дети Божьи порой согрешают, проблема в том, что не в том, что они никогда не могут грешить. Вот как, знаете, как будто мы уже не люди со свободной волей, а нас сделали какими-то, знаете, даже у людей этого мира такая фраза есть, зомбировали их. То есть они уже против своей воли, то есть против воли кого-то не могут ничего делать. К сожалению, народ Божий может грешить, если это захочет. Но почему мы не грешим? И Слово Божие говорит, потому что мы храним себя. Вот тот человек, который хранит себя, он не может грешить. Но если мы перестаем бодрствовать, если мы перестаем хранить себя, то, конечно же, мы можем и согрешить. И поэтому, живя на этой земле, для каждого из нас вот эта есть заповедь, есть предостережение от Господа, чтобы мы постарались сохранить себя чистыми пред Богом. Потому что если не будем бодрствовать, то вот этот враг душ человеческий, искусительный, он обязательно подойдет к нам и обязательно постарается сделать так, чтобы мы погибли, сделав грех. И поэтому, да благословит нас все Господь, помнить об этом, стараться, чтобы не грешить. И еще хочется напомнить одно местописание, говоря вот как раз на эту тему, то, что сделал для нас Господь очень важное, очень ценное. Это написано в послании к колоссянам. Первая глава. Апостол Павел пишет к этой церкви в колоссах и напоминает нам. Тринадцатый стих. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». И вот в этом тринадцатом стихе еще дают нам разуметь апостол Павел, что Иисус Христос Своей жертвою избавил нас от власти тьмы, от власти дьявола. И знаете, вот если бы этого не происходило в жизни верующих людей, то я думаю, что ни один из нас не смог бы сам в себе побороть грех. Но вот что же произошло, когда мы искренне обратились к Богу, когда мы с расконянием пришли к Нему и признались, что мы сами по себе не в состоянии победить грех. Но что нам надо было? Нам надо только было признать свое греховное состояние, прийти к Нему с покаянием, попросить прощения и попросить, чтобы Бог помог нам дальше жить уже другой жизнью, обновленной жизнью. И что же произошло в этот момент? Оказывается, Бог дал нам победу над грехом. Бог освободил нас от власти греха. Если мы посмотрим на этот мир, как многие люди живут, и, может быть, вспомним себя, как мы жили, когда еще не веровали в Бога, то мы можем сделать такое заключение. На самом деле, сами по себе мы настолько были во власти греха, что мы, если приходило какое-то правильное разумение, какие-то мысли правильные приходили, и мы понимали, что мы что-то нехорошее делали, но, к сожалению, мы не могли делать хорошее. Почему? Потому что мы были во власти греха. Даже если бы хотели как-то сами по себе вырваться из этой власти, мы не могли. Но вот пришел тот, который дал нам эту победу, который своей жертвою освободил нас от власти греха. И поэтому, когда мы пребываем теперь в Нем, в нашем Господе, мы имеем эту силу, чтобы противостать всякому греху, всякому греху, который может восставать на нашу душу. И вот эту победу дал нам никто иной, как Сын Божий, Иисус Христос. Вот с этой целью Он пришел, чтобы дать победу человеку, потому что, если бы не Он, мы бы так и находились с вами в грехе. Но, к сожалению, люди, даже искупленные Господом, могут опять впасть в непокорность Богу и во власть греха. Это очень страшно. Это очень легко сделать. Совершить грех и не раскаяться. И не раскаяться в нем. И, знаете, здесь сразу приступает враг душ человеческих, дьявол. Потому что, еще напоминаю, у него одна цель – украсть, убить и погубить. И вот он все будет делать для того, чтобы человек не покаялся в этом грехе. Пришло какое-то, может, ожесточение в сердце человека. А это очень страшно. Потому что человек, ожесточившись грехом, он просто не в состоянии уже будет выбраться из этого положения. Да, может быть, кто-то за него будет молиться. Родственники будут молиться. Просить милости у Бога. И Бог может явить эту милость. Но все равно человеку нужно пройти будет очень нелегкий путь. Почему? Потому что, в какой-то мере, если сразу мы не раскаиваемся в своих поступках, мы можем так, можно сказать, закостенеть в них. И нам тяжело будет. Тяжело будет выйти из этого положения. Но, тем не менее, Иисус Христос, придя на эту землю, принес нам мир, принес нам освобождение от власти дьявола, от власти тьмы, от власти греха. Да благословит на всех Господь, помни это, и не грешить. И мы не будем грешить, потому что мы рождены от Бога. И если будем хранить себя по Слову Божьему, по заповедям Божьим, если будем постоянно иметь общение с Ним, в молитве, но понимаем, что только в молитве можем черпать эту силу, которая может дать нам вот эта способность противостать греху. Если все это будет в нашей жизни, то мы на самом деле не сможем грешить. Не сможем, потому что будем сильно, очень сильно любить нашего Господа. Да благословит нас Господь, помните это. А давайте сейчас мы преклонимся перед Ним и поблагодарим Его за все то, что Он сделал для нас, то, что Он принес нам освобождение. Да будет имя Твое возвеличено. Аминь. В минуту жизни трудную Теснится ль в сердце грусть, Одну молитву чудную Твержу я наизусть, Одну молитву чудную Твержу я наизусть, есть сила благодатная в созвучье слов живых. И дышит непонятная Святая прелесть Ним. И дышит непонятная Святая прелесть Ним. Святая прелесть Ним. И плачет сам. И так легко, легко. В минуту жизни трудную, Теснится ль в сердце грусть, Одну молитву чудную Твержу я наизусть, Одну молитву чудную Твержу я наизусть, Есть сила благодатная В созвучье слов живых. И дышит непонятная Святая прелесть Ним. И дышит непонятная Святая прелесть Ним. И дышит непонятная Отче наш, Сущий на небесах, Да светится имя Твое, Да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя, И на земле, Как на небе. Хлеб наш насущный, Подавай нам на каждый день, И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим, И не введи нас во искушение, Но избавь нас от лукавого, Ибо Твое есть Царство, И сила, И слава, Во веки. Аминь. Слава Господу. Споем гимн номер 834. Благодарим Господь. Номер 834. Благодарим Господь. Слава Иисуса из Назарета, И что Его ты к нам послал. Слава Иисуса из Назарета, И что Его ты к нам послал. Благодарим Господь. Благодарим Господь. За спасение, за исцеление, И что грехи ты нам прости. За спасение, за исцеление, И что грехи ты нам прости. Благодарим Господь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ведь там вечная радость Тебе. Край чудесный, край чудесный, Сердце радость сорвется к Тебе. Край чудесный, край чудесный, Так ведь ждет нас Спаситель Себе. Слава Господу! Что есть тот край, который Господь приготовил для своих детей, для тех, кого Он искупил, тех, кого Он очень сильно возлюбил, как мы сейчас слышали этот псалом, что так сильно возлюбил Господь всех людей, возлюбил Тебя. И люди так получилось, что распили Иисуса Христа за то, что Он так сильно возлюбил этот мир и пришел в этот мир. Мы видим, что Писание, Новый Завет, он как бы заключается даже в этом одном стихе, что ибо так возлюбил Бог мир, так возлюбил Бог мир, а мир вот так отнесся к Богу. И мы видим, что все это произошло, все это было. И вы знаете, Священное Писание, оно рассказывает нам о многих людях, которые жили в то время, которые встречались с Иисусом Христом, которые переживали благословение, слушая Иисуса Христа, которые также переживали чувство ненависти, злости, слыша Иисуса Христа. Были разные люди. И мы видим, что судьба этих людей, она очень разная. Если посмотреть на каждого, на каждого отдельного человека в Священном Писании, то у каждого своя судьба, как и у нас с вами. Каждого, у каждого своя судьба. И у каждого есть какое-то особое переживание при встрече с Богом. Что-то происходило в жизни людей, когда они встречались с Иисусом Христом. И как хорошо, когда в жизнь людей этих приходило спасение, приходило прощение. Как хорошо, когда эти люди, они открывали свое сердце для Бога. Как хорошо, когда они в Иисусе Христе, слыша проповедь о Нем, или слыша, может быть, Его слова, они в Нем узнавали Спасителя. Они принимали веру, и что это действительно Тот, Который должен был прийти, что Он может спасти их от их грехов. Как хорошо, если вот так происходило в жизни этих людей. И как печально, когда люди, слыша Иисуса Христа, слыша Слово о Нем, проповедь о Нем, они отворачивались. Они уходили, они не верили, они сомневались. И вы знаете, они отворачивали свой взор от Иисуса и продолжали свою жизнь в той пустоте, в той жизни, в которой не было смысла. Как это печально. И вы знаете, как хорошо, что сегодня мы с вами собраны на этом месте, как Церковь Его, что мы приняли Иисуса Христа в свое сердце, что мы уверовали в Него, что сегодня мы можем вместе молиться Господу, что сегодня мы можем вместе верить в Него, что можем трудиться для Него. И вы знаете, как приятно нашему сердцу, когда мы слышим салмы, когда мы слышим стихотворения, когда мы слышим проповедь об Иисусе Христе. Мы переживаем Божье благословение. Нам очень приятно. Наше сердце, наш дух радуется тому, что сегодня мы спасены Господом, что мы верим в Него. Вы знаете, я хочу сегодня прочитать одно место священного Писания, которое повествует нам также о судьбе человека, о том, кем он был, кем он стал после встречи с Иисусом Христом. Все мы его очень хорошо знаем. И вы знаете, в большей мере у нас очень хорошее впечатление об этом человеке. Мы его любим. Нам очень сильно он нравится. Его верою мы восхищаемся. Мы берем его в пример для своей жизни. Но его судьба, она была, знаете, не только вот такой, в которой было много благословения Божьего, и не был такой период жизни, только когда только Бог действовал через него. Но и был такой промежуток времени в его жизни, когда, можно сказать, сам враг имел его в своих руках, и он шел против Бога. Я говорю об апостоле Павле. Сегодня мы знаем его, как апостол Павел. Он был Саулом, стал апостолом Павлом. Я хочу прочитать 26 глава «Деяния апостолов». И мы с вами обратим внимание вот на те события, которые происходили в жизни апостола Павла, и что-то, может быть, примем для себя. 26 глава. Со 2 стиха я буду читать вот тот период жизни, когда апостол Павел, Павел, он находился под стражей и предстал пред царем Агриппой, и говорил к этому царю речь и рассказывал о себе и о том, что с ним произошло. 2 стих. «Царя Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудею. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою пред судом за надежду на обетование, данное от Бога, нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду царя Агриппа обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против Иисуса Назарея, против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос, и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осеявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, «Савву, Савву, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна. Я сказал, кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, веруя у меня, получили прощение грехов и жребий с освященными. Поэтому царь Агриппа я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». Вот такой рассказ апостол Павел произнес царю Агриппе. Мы с вами знаем эту историю, но мы видим здесь вот, знаете, в таком небольшом промежутке Павел, он рассказывает о своей жизни от юности и до того момента, как он предстал вот пред царем Агриппой, уже будучи верующим в Иисуса Христа человеком. Вы знаете, мне хочется обратить наше внимание, вот, кажется, хотелось бы сказать о всем, что здесь происходило, но сначала посмотреть вот на того человека, на того юношу Савла, на того, который мы прочитали здесь от юности своей, он был известен всем иудеям в Иерусалиме, он жил в Иерусалиме, и он был наставлен вот в фарисейском учении, на истрожайшем учении, и он очень тщательно был наставлен. В другом месте читаем, что он учился у ног вот этого учителя Гамалиила, и мы видим, что этот человек был очень ревностным, очень ревностным и верующим человеком. И вы знаете, мы видим, что когда приходит Иисус, и когда Иисус совершает свое служение, и появились ученики, последователи Иисуса Христа, те, которые назывались христианами, которые следовали уже за Господом, и мы видим, что встречается Савл и последователи Иисуса Христа. И мы видим то, что происходило дальше в жизни этого молодого человека, верующий, искренне любящий Бога человек, наставленный в законе, в фаристейском учении очень тщательно, но мы видим, что этот человек начинает идти против Иисуса Христа, не зная того, что он идет против самого Бога, не веря в то, что Иисус Христос является Сыном Божьим. И вы знаете, когда, если мы вдумаемся в то, что делал Савл, то оно по-настоящему становится страшно. То, что делал этот человек. Если вот мы прочитаем снова, написано, что он говорит такие слова, что «это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице». Когда убивали их, вот что видел Савл? Он видел вот тех людей, которые верили в Иисуса. И он сам их сажал в тюрьму, заключал в темнице. Он видел, как убивали их, и он подавал на то голос, то есть давал свое согласие. Давал свое согласие, видя этих людей, верующих в Иисуса. Он давал свое согласие, чтобы их убивали. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. То есть сам лично мучил их и принуждал хулить Иисуса. Вы знаете, когда если бы вот здесь остановиться и сказать, вот видите вот этого человека, как вы думаете, какой суд или что определено этому человеку от Бога? Я думаю, мы, наверное, долго бы не думали и сказали, что, наверное, тяжелейшее наказание ждет этого человека. Правда? Вот за эти вот поступки, за эти дела. Когда он так относился к верующим людям, мы видим, что хотя он был верующим человеком, хотя он что-то знал о Боге и старался служить Ему, но он пошел напрямую против Бога и был в руках не Божьих далеко, но, знаете, намерения врага исполнялись через него. Если бы просто, знаете, как-то он не позволял верующим собираться, запрещал им молиться и так далее. Но когда речь идет о том, что он предавал их смерти, давал на это голос, когда он мучил их, а ведь раньше мучили людей, знаете, не просто словами как-то обижали их, а мучили людей, действительно, какие-то пытки применяли. Когда он заставлял их отрекаться от имени Иисуса Христа, как мы слышим, в советское время говорили, что отрекись от имени Иисуса, скажи какие-то плохие слова в его адрес и все, ты будешь свободен. То же самое делал апостол Павел, принуждал хулить Иисуса Христа. И мы видим, что далее он говорит о том, что для этого я шел в Дамаск с этой же целью, в большой ненависти, в большой злобе в сердце и не замечал того и не задавал себе вопрос, а как вот вообще Бог смотрит на это? Вы знаете, сегодня можно встретить точно таких же людей, которые во имя Бога совершают точно такие же поступки и дела. И мы сегодня слышим множество новостей из тех восточных стран, где сегодня точно так же гонят верующих в Иисуса Христа, думая, что служат Богу. И Писание говорит об этом, придет время, когда будут вас наказывать, вас казнить, когда будут вас предавать и будут думать, что они служат, тем самым служат Богу. Это уже было. И мы видим в жизни апостола Павла это было. И мы видим, что дальше он рассказывает о том событии, которое с ним произошло, когда он встречается уже с воскресшим Иисусом Христом, когда сам Господь встречает его на дороге в Дамаск. Происходит вот эта беседа, вот этот разговор, и он задает вопрос, кто ты, Господи? Когда он увидел этот свет, который осиял его, который превосходит солнечное сияние, он не назвал его, не понял, что это Иисус, но он понял, что это Бог. Он понял, что Бог явился ему и говорит, кто ты, Господи? И вдруг он слышит эти слова, оказывается, я Иисус, которого ты гонишь. И вы знаете, мы, конечно, знаем эту перемену, которая происходит в апостоле Павле, когда он дальше в других местах, он говорит, что я первый из грешников. Вы знаете, можно сказать с полной уверенностью, что он осознал всю свою вину, что было большое раскаяние в его жизни, много слез он пролил, вспоминая все свои дела, которые он делал до этого. И кажется, как же Бог мог избрать именно такого человека? Почему бы Бог не нашел человека, у которого руки чисты, который любил Бога, который был ревностен в служении ему, вот чтобы поставить на вот такое служение? Но Бог избирает вот именно Павла. Вы знаете, я задавал себе сам этот вопрос, почему именно вот такого человека он избрал? И я нахожу один только ответ. Хотя, конечно, может быть, больше, но Бог видел всю искренность Павла, что он искренне хотел служить Богу. Он искренне хотел служить Ему и видел в этих людей не служащих Богу людей, а видел в этих людей, которые идут против Бога. И он хотел вот это зло искоренить, как в его понимании это было. Но он был искренне ревностен, искренне верил и любил Бога. И когда Иисус явился ему на пути, то он не стал задумываться и не стал переживать в себе. Ну, я шел против этих людей раньше, как же я сейчас пойду за них? Мы видим, что он как только узнал, что Иисус – это есть Бог, в Которого он верит на самом деле, Которому он хочет служить, он сразу, не размышляя, ставит себя на сторону Иисуса Христа. Мы читаем, он не стал советоваться с плотью и кровью, но он сразу, увидев в том, кого он гонит, увидев Бога, оказывается, того, в Которого он верит, он сразу стал на его сторону. И мы видим то служение, которое далее совершал апостол Павел. Это было, знаете, такое служение полного посвящения Богу. Мы видим то сокрушение, которое пришло в его жизнь. Может быть, оно и нужно было, чтобы он увидел в себе первого грешника, что он первый, недостойный спасения, но в то же время он полностью положился на милость Божью. Все свои заслуги он сказал, я почитаю засор. Все он положил, знаете, у ног Иисуса Христа и доверился ему полностью. Отдал себя в руки Божьи, видя ту милость, которую Господь явил для него. Сегодня, смотря на апостола Павла, мы можем, знаете, взять такой пример. Может быть, среди нас есть те, которые хотят служить Богу, они верят в Него, но полностью свою жизнь не доверили Богу. Не доверили полностью свою жизнь Богу. И в какой-то сфере своей жизни мы можем идти против Него. Как важно довериться Богу полностью, поверить в то слово, которое сам Иисус говорит в Священном Писании. Вы знаете, не нужно ждать того момента, когда, как вот с апостолом Павлом случилось, что на дороге встретит Иисус тебя и скажет, трудно тебе идти против вражда, трудно тебе идти против меня, но как важно пойти вместе с Иисусом, как важно довериться Ему всем своим сердцем. Если, вы знаете, апостоли Павли бы двигали другие побуждения, был бы это какой-то злодей, который шел против верующих людей, и он вообще был неверующим, но хотел истребить верующих людей, я думаю, Бог бы никогда не избрал такого человека. Но он видел, что этот человек верит в Него. Но по своим мыслям, по своим плотским помышлениям, он неправильно понимает и видит этих людей, которые также верят в Иисуса. Он неправильно относится к ним. Он не знает на самом деле близко Иисуса, так как должен знать его человек. Мы видим, что Иисус Христос, он открывается Павлу там на дороге и называет свое имя. Я Иисус, которого ты гонишь. Мы видим, что он встретился, Павел, с Иисусом, который уже был во славе, с воскресшим Господом. Сегодня Иисус Христос, он тот же самый, тот же самый, точно так же может явиться любому человеку. Он может это сделать. Вы знаете, я размышлял еще, когда мы говорили о Рождестве, интересно, что Бог, он воплотился, пришел в этот мир, воплоти человеческой. Вы знаете, теоретически Бог может сделать то же самое сегодня. Бог точно так же может прийти снова в этот мир, но он этого делать не будет. Но Бог, он тот же самый, он не поменялся. Мы видим, что духовное, оно может прийти в материальный мир очень просто. И Бог это делал уже и приходил сюда. Но сегодня Бог, он, Духом Святым, он приходит в сердце человека. Мы читаем, когда Петр, он проповедовал, то написано, что когда он проповедовал Слово Божье, то Дух Святой сошел на всех слушающих Слово Божье. Бог Духом Святым касается человека. И человек, как бы внутренними глазами может увидеть Бога, может пережить Его, может почувствовать Его. Мы видим, что дальше интересное слово здесь записано с 18 стиха. Даже я прочитаю с 16 стиха. Здесь Иисус, он говорит такие слова. Интересно, что Павел, он слышал, буквально слышал эти слова от самого Господа. Из уст Иисуса Христа исходили эти слова. «Но встань и встань на ноги Твои, ибо Я для того и явился Тебе, чтобы поставить Тебя служителем и свидетелем того, что Ты видел, и что Я открою Тебе, избавляя Тебя от народа иудейского и от язычников, которым Я теперь посылаю Тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И веруя в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Мы сегодня слышали, что брат Борис, когда начинал служение, он сказал, что можно ли заставить человека служить Богу? Можно ли заставить человека служить Богу? Я думаю, что заставить нельзя. Но никакой силой человеческой, никакими убеждениями, никакими словами мы не можем заставить человека и сказать, ты должен служить Богу. И человек, ну раз ты говоришь, тогда буду. Вы знаете, не будет такой человек служить Богу. Это должно прийти добровольное решение сердца, Когда человек говорит, Господи, я хочу Тебе служить. Может быть, человек видит в себе неспособность, говорит, Господи, помоги мне, я хочу Тебе служить, но у меня не получается. Вы знаете, Господь обязательно услышит такие слова, обязательно поможет такому человеку. Мы слышали сегодня также о том, что было сказано, что Господь пришел, чтобы от тьмы обратить людей к свету, от власти сатаны к Богу. И вот эти слова здесь Христос, Он говорит апостолу Павлу, для чего Он его делает служителем, чтобы Он проповедовал и сказал, чтобы люди открыли глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Другими словами, Христос описывает ситуацию, которая в этом мире сегодня есть. Есть тьма, в которой люди могут жить, есть власть сатаны, под которой люди могут находиться. И что нужно сделать, это нужно от тьмы обратиться к свету, от власти сатаны обратиться к Богу. И вы знаете, чтобы получить жребий, написано, с освященными. У Бога, как мы слышали это пение, есть та прекрасная небесная страна. Тот прекрасный жребий, который дан людям спасенным. Это возможность попасть в вечность и быть спасенными людьми, иметь жизнь вечную, быть вместе с Господом, быть вместе с Богом. Это прекрасный жребий, который сегодня существует для человека. Но для этого нужно обратиться от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу и получить спасение грехов, прощение грехов и спасение от Иисуса Христа. Мы видим, что Христос для этой цели избрал апостола Павла. Проповедь апостола Павла и сегодня, она звучит по всей земле. Вы знаете, этот человек, который шел против Бога, но который только услышал слова Божии к себе, к своему сердцу, к своему духу, стал на сторону Господа. И мы видим, что Господь его сделал служителем. Многое перенес он в своей жизни, многое испытал, но и очень много потрудился. Сегодня, благодаря апостолу Павлу, мы видим, что многие люди, слыша проповедь, которую этот человек, движимый Духом Святым, говорил, многие люди сегодня получают прощение грехов, веруя в Иисуса Христа, спасаются, получают этот жребий с освященными и следуют за Иисусом Христом. Пусть Господь благословит нас, чтобы, если мы видим в себе вот эти, знаете, две жизни, как у апостола Павла было, жизнь до покаяния и жизнь после, если мы видим, что мы находимся еще до, и нам еще чего-то не хватает, то мы должны сделать шаг к Богу. Если мы видим и понимаем, что мы верим в Бога, да, мы верим, но как-то еще, знаете, по-своему, как-то еще не так, как хочет этого Господь, то нужно обратиться всем сердцем к Иисусу. Если мы чувствуем нашу вину, что на нас еще лежит это бремя, и нам еще нужно прощение, то нам нужно обратиться к Иисусу. Господь сказал, чтобы веруя в меня получили прощение грехов и получили прекрасный жребий, прекрасную надежду, чтобы получили жизнь вечную. Слава нашему Господу. Аминь. Все вместе споем гимн номер 874, «Где нет угроз, не мучит страх». Гимн номер 874. Гимн номер 874. Слава нашему Господу. Гимн номер 874. Гимн номер 874. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. все прекрасно устроено. И, дорогие братья и сестры, все мы понимаем, читая Слово Божие, что, естественно, Адам не боялся, там, может быть, и лев ходил где-то рядом. Сегодня, да, у нас есть эта боязнь, вот, опасности хищников там, или даже, ну, бывает, пес пробегает мимо, и мы оглядываемся, что у него на уме. А раньше этого не было. Адам этого не боялся, у него все было под его владычеством, хозяйством, там, наверное, еще были такие, ну, животные или звери, которых мы даже не видим сегодня, не знаем, он их не боялся. Но когда он услышал Божий голос посреди рая, он убоялся. Почему? Почему? Пришел этот страх в его сердце, это ощущение, может быть, доселе ему неизвестное или непонятное. Он понимал, нужно спрятаться от Бога, нужно укрыться. И Бог спрашивает, где ты, Адам? Естественно, я уверен в том, что Бог видел его, но Бог имел диалог с Адамом. И Бог спрашивает, не ел ли ты от дерева, познания добра и зла? Не вкушал ли ты? И он говорит, да, да. Жена, которую ты мне дал, она дала мне. И вот это, дорогие братья и сестры, первое состояние человека, первого человека, когда он нарушил волю Божью, пришел этот страх в его сердце. Пришел страх, конечно, ответственности перед Богом. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы и все люди на этой земле должны иметь этот индикатор, иметь этот страх ответственности перед Богом, что нам нужно будет отвечать перед Богом. Так говорит Слово Божие. Апостол Павел пишет такие слова, это 5 глава 2 послания Коринфянам. Итак, зная страх Господен, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестьям. Апостол Павел уже пишет, что и так, зная страх Господен, мы вразумляем людей. Страх Господен, чтобы научить человека, вразумить его. И чем же он вразумляет? Я пропустил этот стих выше, но сейчас хочу прочитать. И он говорит, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Вразумить и наставить людей страху Господнему, это напоминать им, дорогие братья и сестры, об ответственности за свою собственную жизнь, за свое хождение перед Богом. И он говорит здесь, что ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово. Всем нам должно будет явиться. Не только нам, христианам, дорогие братья и сестры, но и всем людям, живущим однажды в этом мире. Им нужно будет явиться предсудилище Христово. Предсуд Божий. Кто как называет. Здесь говорится о том, что судилище Христово, это будет присуждение, награды всем труженикам, кто как трудился. Есть люди, которые сегодня говорят, ну, будет страшный суд. Страшный суд. Мы слышали такое выражение, думаю, не раз. Вот люди говорят, ну, на страшном суде там все будут отвечать. Для кого-то это будет страшный суд. Для кого-то это определение, дорогие братья и сестры, оно уже известно. И люди ожидают этого страха. Люди ожидают и переживают, да, придется там, наверное, если есть Бог, то действительно Он спросит за все. Нужно будет ответить. И апостол здесь говорит, что мы вразумляем. Сегодня очень важно, дорогие братья и сестры, о том, чтобы нам быть вразумленными и нам понимать сегодня в нашей жизни как христианам, что нам должно всем, Он говорит, явиться предсудилище Христово. Предсудилище Христово. И нужно будет, здесь говорит, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Естественно, соответственность будет. За доброе будет воздано добром, за худое, дорогие братья и сестры, те же, самым будет в суде Божьем отмерено. За добрые люди получат награду. Кто, чье дело сгорит, тот получит урон. И апостол говорит о том, что мы, и так, зная страх Господень, они уже знали, а он уже это ощущал и переживал эту ответственность перед Богом. И он говорит о том, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. Он имел это дерзновение уже говорить о том, что мы открыты Богу и открыты и вам, и вашим совестям. Дорогие братья и сестры, все сегодня слушающие это слово, мы сегодня являемся теми людьми, которые знаем страх Господень. Но и наши поступки, наша жизнь, она не должна, дорогие братья и сестры, ну, как бы, сходить к чему-то худшему. И здесь Слово Божие, которое я хотел бы еще читать, которое записано в книге Библии, это притчи, которые говорил Соломон, но они являются частью Слова Божия. И здесь говорится о том, чтобы мы, как люди разумные, научились, научились и страху Божьему, и приобрели разум и мудрость. И здесь говорится о том, что начало мудрости, начало мудрости и страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Начало мудрости, это есть страх Господень. Если человек хочет быть мудрым в своей жизни, быть правильным, быть благословенным и успешным, потому что страх Господень, много в притчах написано о том, что он является залогом благословения, залогом успеха, залогом богатства даже. Там 22 глава книги притчи, там, по-моему, написано о том, что страх Господень, у этого есть благословение, богатство и успех в жизни. Откроем 22. За смирением следует страх Господень. Это 4 стих 22 главы. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Дорогие братья и сестры, очень интересно, что чтобы приобрести страх Божий, нужно иметь смирение. За смирением написано, за смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Человек гордый, он не может научиться страху Господню, потому что он не благоговеет ни перед чем. У гордеца, вот написано, что Бог гордо видит издали. Гордец, он не может пройти в то состояние, о котором мы говорили здесь в пятницу, чтобы когда мы можем смириться друг перед другом, когда мы можем взять этот образ Христа, когда мы можем умолиться друг перед другом, склонившись умыть друг другу ноги, потому что мы ищем смирение, мы ищем этой умоленности, которую имел Иисус. Написано, что он умолил себя, обесценил и пришел на эту землю в нашей плоти. Образ раба принял, по виду стал как человек. И Слово Божие говорит о том, чтобы иметь благословение, иметь успех, то нужно иметь сначала смирение, научиться страху Господню. И дальше залог многих, знаете, успешных дел в нашей жизни, многие люди сегодня, знаете, особенно молодежь наша, они просто мечтают, что когда они вырастут, у них будет все, во-первых, начиная от дорогого телефона, машины, домом и так далее, и тому подобное. У них такие мечты. Но чтобы исполнилось что-то в жизни, нужно, может быть, с самого детства сегодня иметь вот именно те направления, которые говорится здесь, «За смирением следует страх Господень». За смирением следует страх Господень. Потом богатство и слава и жизнь. И мы так думаем, ну, все заработаю собственными руками, все сделаю, потому что я выучусь, я буду успешным человеком. Многие пренебрегают это Слово Божие не потому, что только за смирением следует страх Господень, а многие сегодня не почитают родителей и не имеют успеха в жизни, не любят своих родителей, не отдают им честь, не уважают и нарушают закон. Потому что есть это заповедь с обетованием. «Почитай отца твою, матерь твою, будешь долголетен на земле, будет тебе благо, будешь благословенным человеком». Вот, а многие сегодня родители отстают, родители ничего не понимают, родителей можно игнорировать, уважать, пренебрегать их словом, наставлением отца, матери. И, естественно, приходит разочарование в жизни. Туда хотел, не получается, там что-то хотел. Не спорится, нет устройства, нет благословения. И человек разбивается, он говорит, ничего в жизни не устрояется. Лишь по одной причине, что нет этого смирения в сердце. научиться страху Божьему, благоговению тому, что все перед Богом, все перед Богом. Дорогие братья и сестры, он никогда не станет, Бог, на сторону, знаете, меня, если я не буду благоговеть перед Ним, перед Его законом и Словом Его. Не станет на сторону нашей поместной церкви, потому что мы какие-то особенные люди. Не станет еще на какую-то сторону, потому что Бог к нам как-то особо относится. Написано, нет лицеприятия у Бога. Бог, знаете, относится к каждому особенному, он относится ко всем одинаково через свое Слово. Да, естественно, с каждым из нас отдельно он имеет свое дело. Но в общем плане, по отношению к Его Слову, к Его Закону, у нас общая ответственность и общие обязанности. Мы должны благоговеть перед Богом. И здесь говорится о том, что начало мудрости, начало, чтобы человеку быть мудрым, чему-то научиться, быть благословенным. Вот, нужно иметь страх Господень. Много написано, дорогие братья и сестры, об этом состоянии человека благоговеть. Благоговеть перед Богом. Это, знаете, не бояться, не трястись, не иметь эту фобию, что что-то нас ожидает. А когда человек, знаете, он в правильных отношениях с Богом, то у него нет этого страха. Написано, совершенно любовь, она изгоняет страх. Совершенно, когда я люблю Бога от искреннего сердца, когда я не делаю ничего противозаконного, против Его заповеди, против Его Слова, то, естественно, у меня нет страха. Но написано, мир Божий, который превыше ума, он соблюдает сердце мое, он соблюдает мое естество в покое. И мы не боимся, как в 90-й псалом мы читаем, что не боимся стрелы летящей, язвы поражающей. У нас нет этого страха, потому что мы соцелы упываем на Господа. У нас есть те законы, которые нас охраняют. Давид пишет об этом, что страх Господень чист, суды Его праведны, и раб Твой охраняется ими. Если человек пребывает в Божьем законе, представляете, если он их не нарушает, он находится под защитой этих законов. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы живем в стране, где есть много законов. Знаем ли мы их всех, не знаем, но сегодня есть Конституция, закон государства, и есть там права и обязанности, и человек, знаете, одними защищается, другими обвиняется, если он что-то нарушает. Вот, есть тогда, когда, знаете, навстречу вам едет полицейский, а вы вдруг не пристегнуты ремнем, то рука автоматически где-то ищет, там должен быть ремень, потому что вы ощущаете свою ответственность. И, естественно, есть, ну, страх какой-то, потому что так говорит апостол Павел, он пишет, что есть тот, который носит меч, и одних он для наказания, другим даже для поощрения. То же самое, когда мы что-то нарушаем, мы чувствуем эту ответственность и перед государством, и перед людьми, которые и носят меч, но тем более, дорогие братья и сестры, когда мы чувствуем и должны ощущать эту ответственность перед Богом. Перед Богом. Есть Слово Божие, есть 35-й псалом, там говорится о том, что Давид пишет о себе, что иногда человек приходит такое состояние. Давайте прочитаем вместе. Сначала 35-го псалма, второй стих и ниже прочитаю. «Нечестие беззаконно говорит в сердце моем». Будьте внимательны. «Нечестие беззаконно говорит в сердце моем». Это он пишет о себе. «Нет страха Божия пред глазами его, ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его». Очень такое, можно сказать, тяжелое на восприятии выражение, но здесь говорится о том, что иногда человек бывает в таком состоянии. Он говорит о себе. Он говорит, что нечестие беззаконного говорит во мне. Иногда, дорогие братья и сестры, это бывает и в нашей жизни, что иногда мы оправдываемся сами в себе, и нечестие беззаконно оно иногда может говорить в нас. И он говорит о том, что нечестие беззаконно говорит в сердце моем. «Нет страха Божия пред глазами его». Что многие сегодня говорят, «Ну, отвечу, если надо, отвечу перед Богом. Я сам буду отвечать за свои поступки». Мы иногда даже не отдаем отчет этим словам, перед кем мы будем отвечать и что мы будем отвечать. И здесь он говорит, если это нечестие иногда в человеке бывает, то состояние было, он говорит, в сердце Давида, он говорит, нечестие беззаконно говорит во мне, в сердце моем. «Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его». Иногда человек в такое состояние доходит, что он говорит, ну, как бы льстит себе. «А что же бы во мне еще такого найти? Я уже настолько праведен, я даже не замечаю за собой ничего абсолютно. Я вот хотел бы что-то найти в своей жизни, но я не вижу уже ничего». Это тот человек, который уже теряет страх. Написано, нет страха пред глазами его. Человек не может сказать, что я уже совершенно праведен, я абсолютно не нарушаю волю Божией. Мы говорили в четверг, кто был в служении, о том, что вот был брат, гость, и он рассказывал, недавно было служение в них, и было слово такое. Бог обращается, говорит о том, чтобы не обманывали друг друга. Не обманывали друг друга. Это среди членов церкви. Это не обращалось к миру. Это было сказано среди церкви, что много обмана среди верующих людей. Много неправды. И чтобы не делали этого, потому что Богу это не нравится, Бог это не приемлет. Дорогие братья и сестры, это обращается слово к верующим людям. То же самое, когда бывает вот такое состояние в человека, когда уже, ну, в него говорит нечестие, как Давид говорит, что нечестие беззаконное, говорит во мне, нет страха Божьего пред глазами их. В другом месте уже в Новом Завете то же самое повторяется там о людях, о иудеях Ильейлинах говорится о том, что нет страха Божьего пред глазами их. Иногда, да, человек так поступает, как будто он вообще не боится ответственности, не боится Бога, не боится и суда Божья, и жизнь его, знаете, так идет, как будто он сам себе Бог и власть, и суд, и все остальное. Всегда человек должен быть в глубоком смирении перед властью и величием Божьим. При той ответственности, которую мы все несем, дорогие братья и сестры, за свою собственность в жизни, если за каждое праздное слово будем давать отчет, то за все дела и поступки тем более. И апостол говорит о том, что всем нам должно будет явиться в предсудилище Христово, получить соответственно тому, что делали доброе и худое. Люди сегодня, когда умирают с этой земли, уходят, то написано о том, что дела идут вслед за ними. Вслед за ними. Там будут все дела наши. Мы там все будем в сознании. Говорят, ну вот человек умер, а куда сознание? Сознание остается. Иначе мы не сможем дать отчет за нашу прожитую жизнь. Все это, наша жизнь, она останется в той реальности, в которой она была прожита. И Бог будет ее просматривать и спросит, брат Боря там, или брат Иван, и брат Саша, и так далее, а вот здесь скажи там, или сын мой, или как Господь будет спрашивать, а вот здесь вот такой поступок в твоей жизни, как ты это можешь объяснить? Интересно, да, братья и сестры, все наши поступки объяснить перед Богом. Все наши слова объяснить перед Богом. Что мы можем тогда сказать? Если это было неправда, если это был обман, ложь, если это были греховные поступки, если были грехи, которые мы не раскаялись, что мы будем говорить? И действительно тогда будет суд. Для кого-то будет страшным, а кто-то будет стоять твердо, будет смотреть. Добрый и верный раб, который знал волю Господина и ее исполнил, знал волю, знал то, что Бог желает от человека и мог исполнить ее, мог исполнить все. И тогда награда, судилище присуждает награду этому человеку. И апостол говорит, мы знаем этот страх Господень, поэтому вразумляем сегодня людей. Хотелось, дорогие братья и сестры, чтобы мы были разумными, очень мудрыми людьми, чтобы мы приобретали этот страх Господень, приобретали его в своем сердце, пусть он будет индикатором нашей жизни, нашим детям, нашей молодежи, то, что мы все ходим перед Богом. И нужно будет давать отчет только перед Богом. Да, здесь, в этой жизни, мы иногда тоже даем отчет и перед церковью, как члены церкви, мы тоже отвечаем и перед церковью, за свои поступки. Но перед Богом, дорогие братья и сестры, нужно будет дать отчет за всю прожитую жизнь. И не только, знаете, за как мы жили, но еще нужно будет, что мы принесли при лице Божье, что мы ему за нашу жизнь принесли в служение, которое исполнил апостол Павел, который был избранным Божьим сосудом, для служения Богу. И нам нужно будет что-то принести, за что нам должны дать, знаете, какой-то венец, за что нам должны дать награду, за, сегодня дают в этом мире, за какие-то достижения, за успехи, за победу. То же самое и Бог. Он возложит венцы на тех, кто веру сохранил, течение совершил, пронес Богу много плода. Апостол говорит в конце, что более всех их потрудился. Я более. Он, знаете, как в одном деле был ревностным, то же самое, обратившись к Богу, стал ревностным ему служителем. И в нас есть эта ответственность. Если только мы думаем так, что, ну, Бог ко мне отнесется, знаете, ну, совсем со скидкой рождественской, все простит мне, за все меня помилует. И нет. Есть страх Господен. Близкий самый человек, один на всей вселенной, нарушил волю Божию, и Бог его спросил, где ты? Что ты сделал? Не помиловал, сказал, ну, ладно, одного легче просить, чем про то, прощай все человечество, иметь с ними столько работы. Но Божья справедливость, она остается Божьей справедливость. И если кто-то и знает этот страх Божий, то он понимает, что Бог не поступил с Адамом лицеприятным. Хотя бы мог бы простить этого первого человека, сказать, ну, как говорят сегодня, ну, что-то первый проект был неудачным, и мы как-то его решим. У Бога все имеет свое четкое назначение, и свой план, и план человека на этой земле. Дорогие братья и сестры, он был Богом продуманным, Богом определенным, и когда человек нарушил волю Божию, Бог спросил его, и не помиловал. То же самое, дорогие братья и сестры, и мы сегодня с вами, мы должны четко и ясно понимать, мы должны иметь страх Божий пред нашими глазами, понимать ту ответственность, которой мы живем в этой жизни, перед Богом. Мы ему дадим отчет за все, а отчет будем давать, знаете, ну, не перед братьями, там, не перед служителями, а написано, пред ним дадим отчет, это перед Словом Божиим. Оно будет судить каждого человека. Оно будет судить. Да, есть ошибки у людей, есть ошибки у служителей, есть ошибки у членов церкви, но отчет будем давать перед Богом. И в Слово Божие написано, оно есть меч обоюдоострый. И в конце апостол говорит, и перед ним дадим отчет. Как написано, как читали, как поступали, не будет спрашивать, как мы думали, или как мы представляли себе. Когда пришел этот человек и спросил, что мне делать, наследовать жизнь вечную, и фарисей спрашивал, там, и юноша, то одному из них, Христос ответил, в Слове как написано, как читаешь. Вот так должно и быть в твоей жизни. Как написано, как ты можешь прочитать. Не так, как тебе даже исцелковали. Сегодня можно, знаете, при любом желании, и было недавно у нас сказано, что любое место Писания, даже, знаете, так подправить и подстроить, вот, под любую ситуацию, было бы желание или был бы интерес в этом. Но Христос сказал, как написано, в законе, как читаешь. Вот этот закон, когда ты так читаешь, что не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не произноси, то так ты должен это и понимать. Не нужно там еще 10 толковых словарей к нему. А так написано, так читай, и так и поступай. Вот так и спросит Слово Божие. Перед ним будем давать отчет, дорогие братья и сестры. Поэтому помоги нам всем иметь страх Господень, перед ним иметь это глубокое смирение, что написано, страх Господень, он есть источник жизни, он отвратит человека от многих, знаете, неправильных поступков, неправильных деяний в его жизни, как эта боль, которая от чего-то предостерегает тело человека. То же самое, когда есть страх, когда нет мира в сердце человека, понимаешь, что что-то неправильно в жизни, нужно что-то исправить, нужно что-то привести в порядок. И Бог дает для этого еще возможность. Есть доброе время, в котором мы живем. И Божье Слово, оно сегодня обращается к нам, чтобы мы были мудрыми, чтобы мы приобретали разум, приобретали мудрость. Знаете, первые книги, вот эти притч, Соломон, который действительно много оставил полезного, хотя и плохой пример иногда служит добрым примером, чтобы не делать то же. Он говорит о том, с самого начала приобретать разум. Да, его можно иметь, можно потом и потерять. Это тоже, когда человек, знаете, приходит до того состояния, может быть, как и Давид видел в себе, что то состояние, которое он увидел в себе, это состояние беззаконного человека, оно говорит в нем. Он хотел найтись, может быть, что-то в себе посмотреть, и ничего не увидел, и не нашел, как бы отыскивает какой-то себе беззаконие, говорит, практически ничего нет у меня. Это то состояние, когда человек не хочет смиряться и каяться, просить Божьего прощения. Помоги нам всем, Господь, дорогие братья и сестры, и да пошлет мудрости он нам всем, потому что знание приходит от него, всех ищущих Слово Божие, ищут Божьей мудрости, ищут Бога. И написано, любящим Бога дано знание от Него. Если человек любит Бога, та совершенная любовь, она удаляет страх, человек имеет общение с Богом, он идет, знаете, напрямую, он не прячется, потому что у него нет причины. А когда что-то не так, то, увы, я убоялся, я скрылся, нет дерзновения, да благословит нас всех Господь. Давайте мы встанем и прославим имя Господа за это служение. Аминь. С души, как бремя, скатится, сомненья далеко. И верится, и плачется, и так легко, легко. И так легко, легко. В минуту жизни трудную Теснится ль в сердце грусть, Одну молитву чудную Твержу я наизусть, Одну молитву чудную Твержу я наизусть, Есть сила благодатная В созвучье слов живых. И дышит непонятная Святая прелесть Них. И дышит непонятная Святая прелесть Них. С души, как бремя, скатится, Сомненья далеко. И верится, и плачется. Отче наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, Да придет царствие Твое, Да будет воля Твоя И на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный Подавай нам на каждый день И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, Но избави нас от лукавого, Ибо Твое есть царство, И сила, и слава вовеки. Используя это доброе время, Которое дарует нам Господь, Есть сегодня возможность Для тех, кто не в мире с Богом, У кого есть страх перед наказанием, То, что Бог спросит За деяния в жизни, Нет мира в сердце, Сегодня есть эта возможность Примириться с Господом, Покаяться. Бог милости полон, Прощения полон, И сегодня дарует это благословенное время. Во время пения, У кого есть это желание, Мы можете пройти сюда наперед, И мы помолимся о вас. Благослови Господь, будем петь гимн. Споем гимн номер 1129. Голос Христа ко спасению зовет. Номер 1129. Голос Христа ко спасению зовет, Мир и надежды сердца Он дает. Не отвергай этот голос любви, Временный житель греховной земли, Не отвергай этот голос любви, Временный житель греховной земли, Он у тебя ничего не берет, Вместо погибели радостно ем, Не отвергай этот приступ любви, Сердце свое для Христа распогни, Не отвергай этот призыв любви, Сердце свое для Христа распогни, Брат человеческих душ на земле, Учишь, чтоб жил ты во тьме и во свет, Но свет спасения над миром горит, Вечно сегодня с тобой говорит, Но свет спасения над миром горит, Вечно сегодня с тобой говорит, Ты ведь порою и сам сознаешь Жизни своей и бесценность и ложь, Но суетой заглушаешь твой страх, И забываешь, что нибудь не ж греха, Но суетой заглушаешь твой страх, И забываешь, что нибудь не ж греха, Бьет над вселенной спасения час, Бог призывает, который уж раз, Что же ты бедешь в последние дни, Время ты житель греховной земли, Что же ты бедешь в последние дни, Время ты житель греховной земли, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok